Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Диабло 3, качаем сезонного персонажа, 10 сезон, ну и персонаж у нас монах. Как-то так, мы прошли полностью всю сюжетную линию квестовую, теперь только режим приключений, ну и порталы. Кроме того, посмотрим, что там в первой главе сезона, что надо дозавершить. А в общем-то остается только выполнить 5 поручений, ну это как раз этим и займемся. Также завершить прохождение Нефалемского портала. Нефалемский портал. По-моему, рановато в него вообще, где эти порталы. И между прочим, вот тут нам еще предлагают всякие, всякие кубы найти, канайские. Так, вот ты нам порталы предлагаешь. Здравствуй, Нефале, я могу слать портал, чтобы ты взял, да и прошел его. Мне кажется, ты из тех, кто готов приобрести к керамнишке. И торговка, которая кидала. Что нам дали за убийство? А ничего, кроме вот этого. Ну ничего ж не дали хорошего. Обидка. Ну ладно, зато может в режиме приключений есть кнопочка разобрать. Все. Есть она именно в режиме приключений и есть. Здорово, великолепно. Все и разберем. Все не нужно. Так, только вопрос. Это напульсники жнеца. Да, это мы можем как-то его обучать-то. Ну, они под 70 уровень. Да и ладно. В сфере здоровья восстанавливают герои также 25-30 его основного ресурса. Ну, такая вещь. Напульсники, так напульсники. Ну что, поехали, наверное, по испытаниям. Испытания. Карта. Большой сундук хородримов. Это что-то новое, потому что в других сезонах было не так. Наверное, после обновы. Теперь это вот так. Тут я подумал, это же точно там, где бонусы. А никаких бонусов вообще теперь нету. Что? А почему так? Или это в сезонном только так? То есть, где хочешь, там и проходи. Нет, ну ладно, конечно, я не против. Так, понеслась. Проклятое святилище. Торговый квартал Вестмарша. Ну, блин, как-то странно. А че ничего не выпало из сумочки? Специально же вот лежит сумка Узраэля. Которое что-то должно быть. Ой, я забыл, как тут биться-то. Че делать-то надо? Двоечка свет у нас. Троечка это что? Это помощник. Так, и надо портал в зачемленные стоки. Вот бы это он тут уже и был. Нет, это вряд ли. Дом криков. Че-то я не помню такого. Бой окончен. Ну да. Помоги нам! Умоляю! Че делать-то? Придется помогать. Не знаю, как тебя благодарить. Ты спасла нашей жизни. Все. Ну это, валите. Там где-то есть часовня. В центре города. Ну и тут книжки есть. Мне кажется, вот с книгами они как-то не проработали или не доработали. В первом-втором диабло из книг выпадали книги. Ну особенно в первом. Оно хорошо так было, неплохо сделано. Что можно было изучить какое-нибудь магическое заклинание навсегда вернее. Ой, показывает, что вообще не туда идем. Потому что глупые, надо идти в другую сторону. И там еще, чтобы дойти до этих стоков, придется обходить все по кругу. Нет-нет-нет, я приказываю. Вот он, портал. Че делать-то? Очистить проклятые светилища за определенное время. Вот и все. Чего все. Здрасте, до свидания. Считается очищенное. В принципе, да. Не получится. А я че, нам сказали, их просто нажать, а их просто нажимаю. Готово. Рано использовать эту способность. То есть, нам теперь дадут два сундука вместо одного? Или че? А вон еще есть что-то. Так, все-таки два сундука. Как называется странно? Долг грабежа. И, кстати, он дает больше урона. И даже можно было бы взять, но, пожалуй, нет. Редкий двуручный меч. Ну, хуже нашего, понятно. Так, тут черевички. Вот почему они называются когти? На герое обуты когти. Это так смешно звучит. Что ж, следующее поручение. Пора возвращаться. Здесь, собственно, зачем возвращаться? Я забыл, надо на карте нажать. Склептомания. Склептомания. Типа как склеп и клептомания в одном слове. Это смешно, наверное, подумали. Те, кто придумывал это название, наверное, по-английски оно приблизительно так же звучит. Но, может, и нет. Очистить фамильный склеп Леди Гвендолин. Фамильный склеп Леди Гвендолин. Окей. Ну, где он? Ах, вот это они прямо вот из склепа вылазят сюда. Эрмиель. Эрмиель. Морозный жнец. Привет, пока. Вот это и все? Или сейчас еще кто-нибудь вылезет? Спасибо тебе. Теперь мы все можем упокоиться с миром. Валяй. Ну, вполне нормально. Меня устраивает. Так, далее. Хранилище костей. Хранилище костей. Хорошо. Очистить хранилище костей. Ну, не так оно и далеко. Таки хорошо, что недалеко. Ага, ну, это я на второй уровень пройти. Знаете, чего пока не было? Ну, может, это просто везение или... Задание в стиле убить по 50, по 100 монстров на каком-то уровне. Ну, и кого-то там. Ну, и кого-то там. Пока что этого не было. Это странно. Возможно, задания как-то переработаны. В обновлении. Или это так? Пока нету 70 уровня. В общем, это все странно. Ой, а не туда повернул. Поворот не туда. Войти в хранилище костей. Убить всех противников на втором уровне хранилища костей. Лады. Строго по прямой бежать. Гоблин. Правда, алчный. Я пока не готова. 63 уровень. Так, а теперь посмотрим, что нового. На 63. Тут предлагают опять сосредоточенность. Господство. Монахиня заряжает себе молнией. Удар, который монахиня нанесет после преодоления короткой дистанции, оглушит противников. Вот это. Познание смерти. При получении смертельного урона монахиня не умирает, а восстанавливает 35 от максимального здоровья. Запаса здоровья. Кроме того, и запас духа. По-моему, это уже было. Но пока что ничего. Ну ладно. Сейчас окажется, что строго по прямой не получится, потому что... Я оказалась сильнее. Нет, не поэтому. А потому что тут повороты надо обходить. Ну так и есть. Полностью по прямой. Да ты понимаю. Линейное прохождение. О-о-о-о. Тут бы еще было полностью по прямой, но это вряд ли. О-о-о-о-ой. Надеюсь, тут нету монстров, которые оживают. Меткий удар. А вот что плохо, то что есть крысы. Одна какая-то убежит куда-нибудь в угол. Потом обходи все заново и ищи по новой. Где же ты был? А святилище обучения раньше. Надо же побольше нам обучения. Так, тут у нас тупичок. Я оказалась сильнее. Духа не хватит. Пока не могу. Хм. Ну вот еще небольшое ответвление. Тут еще печка, конечно. Спасибо. И вверху такой квадратный зал должен быть. Ну, насколько я понимаю. У меня мало духа. А так она говорит, что не... А нам мало духа. А что? У нее мало духа. Духа недостаточно. Вот и все. Рано использовать эту способность. Блин, ну вот и серьезно. Крыс зачем столько? Давайте что-то другое. Одного большого монстра. Ну там, группу элитных монстров. Зачем крыс? По, не знаю. По целому стаду. По стае крыс в каждом углу. Кто такой? Духа не хватит. Я оказалась сильнее. Я пока не готова. Вот ради чего я училась. Чтобы крыс давить в канализации. Отличный выбор. Так, может тут какой-нибудь сундучок появился? Или может тут был сундучок? Ну вдруг. Сундучок. Нет. Следующее. Убить Адрио. Окей, пошли убить Адрио. Я думаю, это получится. Тын-дын. Уточняем. Ээээ, не то. Тап. Черт и где это. Вообще непонятно куда идти. Ну ладно, стрелка показывает. Значит, хоть приблизительно направление доизвестно. Не хочу их трогать. Серьезно. Давайте просто до Адрии добежим и убьем ее. Это же можно так сделать? В моих руках сила волн. А это что такое? Ну раз уж повышают опыт, то можно чуть-чуть зачистить. Пока не могу. У меня мало духа. Удар грома. Так, спокуха. Элитки. Между прочим, подойдет нашей помощнице. Очаровательная вещь. Как так вообще? У нас же должно посохи носить магически. Сейчас обидно. Это придется обходить как-то вот черти так. В моих руках сила волн. Если тут вообще можно обходить. Я не стану этого делать. Ну, как не станешь? Станешь? Поручение, само собой, не выполнится. Делать надо. Я пока не готова. В моих руках сила волн. Белог. Рано использовать эту способность. Мой кулак направляют боги. Ой, что-то желтенькое. Балата. Ты просишь невозможного. Где-то уже почти. На подходе. Не получится. А почему? Не хочет через стенку перепрыгнуть. Наверное, потому что двери закрыты. Или черт его знает. Бой окончен. Я не стану этого делать. Такс. Здрасте, Адрия. How are you? Привет. Пока не могу. Че, тут какой-то прям шторм происходит. Ну, сундучок, сундучок есть. Вот оно что. Сундучок только в режиме приключений появляется. Приключения. Ура. Смотрим, что нам надавали. Всякого. Ну, даже перчаточки получше. Кистевое оружие, похоже на щит с шипом как-то. Ну, не знаю. В принципе, как во вторую руку взять, может, оно и есть. Но оно же не щит. Или щит. Броней нету, значит, это не щит. Вот такое. Ну, в общем, ничего больше интересного тут нет. Так, и что? Следующее место на карте это убить Зафана. Крепости Пандемония. Найти какого-то Зафана и убить его. Ну, вот сейчас увидим, есть ли там приписка, типа, убить еще 100 миллионов монстров, а потом убить Зафана. Как обычно это бывало. Такого нет. Куда идти не ясно. Ну, наверное, сюда. Ну, возможно, что и нет. Так, кто тут у вас Зафана? А ну, выходи. Давай, вылазь. Ничего нового. Ну, там сундучок, а стоит ли за ним завернуть? В душе каждого есть врожденная способность к великим делам. Люди могут отстраивать добро, подобно ангелам небес. И совершать поступки достойные сауния зафана тема преисподней. Существа, которые приходят в этот мир лишь на миг. Ладно. А потом спыхивают разгорают. Не должны иметь права на столь важный выбор. Попробуем все-таки в эту сторону. Может, там будет поворот именно туда. Да, а может и нет. Ух ты. Что-то хорошее дают. Запястье, которое оказывается... Чем? Ну, оно оказывается на 61 уровень. И, в общем-то, оно лучше, чем то, что есть. Ну, не более того. О, да как сюда-то? Издеваются, да? Ну, хорошо. Где это-то за фана? Протнемся еще раз. Теперь, получается, к началу уровня. И пойдем... Теперь-то направо. Тем временем, 64 уровень. За который дают новое пассивное умение единство. Значит, за каждого союзника, находящегося под воздействием мантр, наносимый монахиней урон увеличивается на 5% вплоть до 20%. И, кроме того, наносимый союзниками урон увеличивается на 5%. Ну, это классно, когда в пати играешь, в мультиплеере. Собственно, бафающий монах. Тяну, конечно, 5% вроде и ни о чем. Да ладно. Я не стану этого делать. Где-то гоблин. Вон он. Не получится. Как это не получится? Ну, это такой себе гоблин, на самом деле. Вот и все. Рано использовать эту способность. Что такое? Места нету. А давайте выкнем какую-нибудь пакость. Хорошая идея. И, например, еще вот эти вот поврежденные ракисовые наголенники. Что? Что? Кучу всего дали и все ненужное. Так, уточняем. Ну, вроде как куда-то сюда. Да не может быть, сейчас тут поворот будет. Нет, все нормально. Проклятый сундук. Вот он за фан. Куда урвал? Ты стой на месте. Так, некий шлем. Только вместо чего его взять. Ну, давайте, скажем, выкинем синее кольцо. О, как. Итого. Задание, так понимаю, выполнено. Нет, убить за фана. Как это? А мы кого? А, вот. Убить противников на втором уровне крепости по демоню 80. Все-таки есть эта приписка. Так что... Ну, вот давайте тут как раз и посмотрим на этот сундук. Ну? И чё? Проклятие будет снято, когда что? Нужен ключ. Ключ. Сдвинутая плита. Ключ. Я не стану этого делать. Да, теперь еще найти один из противников. Ну, уже чуть меньше. Восемь. Восемь. Тыросишь невозможно. Как это? А почему туда нельзя попасть? А, тут надо телепортироваться через Тортал. Врата смерти. Это чё такое? Кристальная тюрьма. Хлобайс. Готово. И мы завершили первую главу. Не, ну уж тогда разберемся с этим. К нашим порочным. Почему нет? Отходи, отходи, отходи. Ну, это может хорошее кольцо? Идти глянем просто. Потому что можем. Ну, такое не очень. Так, а вот это что вообще такое? Это для негодяя. То есть, этого, нашего негодяя. Ну, прям не знаю, стоит ли что-то взять. Ну, например, для колдуна точно не нужно. Ну, вот, пожалуйста. Отличный шлем. Так, например, что еще не очень? Скажем, не очень, наверное, вот эта штука. А тут, например, арбалет. Он для охотника на демонов. Поэтому, наверное... Думаю, подороже будет. Или на распыление лучше взять вот этот колдунский нож. Кинжал. Церемониальный нож. Или кинжал. Короче, вы поняли. Короче. Так, что дают-то? Цыгель-цыгель, ай-лю-лю. Сдать квест. Но подождите, вначале мы... Все-таки все это дело... А, не-не-не, подождите. Опять же, я хотел... Что-то отложить полезное. А что полезное там у нас было? Блин, опять какие-то фризы на этой локации. Ничего полезного не было. Кроме вот этого я думал отдать, но... Че-то передумал. Обойдется как-нибудь. Но другое дело. Так нам ТРЛ дает. Здесь ты выполнила все. Сезонный поход, глава 3. Мы что-то там еще... Что-то там мы еще это и прошли. Вот что нам дали. Большой сундук хородримов. Теперь это выглядит вот так. И в нем. Ляськи-матайськи. Кровавый осколок. Да. Сейчас, давайте все. Святая вода из Вестмарша. Три штуки. Наша героиня никогда не сидит без дела. Все время в заботах. Теперь ты понимаешь, почему ангелы и демоны боятся нефалемов, Флорад. Так, и это все наверняка на 60 уровень. Это ненужная вещь. Это не очень. Куча всего. И далее вот этой самой святой воды. Где это она? Вот здесь. Три штучки всего из этого большого сундука. То ли я что-то не понял все-таки. Но нигде нету особых поручений с бонусом. То есть можно выполнять в любом порядке. И вот за это, за такую сложность получаешь только три реагента из этой локации. За выполнение всех поручений. Но так как-то оно и не очень. Ну как есть. Так, что дальше? Дальше мы хотели выучить все эти... Все эти эскизы. Неземной берег. Легендарная сфера. Да, еще дали, я так понимаю, дыхание смерти. Четыре штуки, да? Или мы их набили где-то на монстрах. Так. Пропащие ребята. Легендарные сапоги. Дальнострел. Легендарный лук, конечно. Легендарный дайбо. Вот это может подойти. Легендарный жезл. Спасибо. Там опять что-то мы выполнили. Легендарный дайбо второй. Да ладно. Легендарные поножи. Легендарный одноручный меч. Ножная броня. То есть штаны. А поножи что-то... Что тогда такое? Легендарный пояс. Легендарный оберег. Это у нас коммун. И легендарный ручной арбалет. Это также комплекты. Священные защиты. Предусмотрительности стража. И капитана Кримсона. Так, дайбо. Есть на 60 уровень. Вот такой. Но у нас в принципе-то тоже неплохой. Посох Распидина. Господи, прости. А у нас боевой посох генерала Цюана. Также есть Тайдзи Ля Юи. Вообще на 23 уровень. Как оно сюда попало, не знаю. Священный Скипетр. Это чародей. Но это в общем-то то, что относится к комплекту... Комплект... Ну вот видите. Священных защитников. Священная защита. Ну это нам не надо. Кистевое. Это в принципе можно взять и сделать. Что надо. И оно на 60 уровень. Ну как бы дайбо-то это у нас чуток лучше. А так два таких... Священных защиты. Или скажем... Ну скажем... Щит взять или... Может... Топорик во вторую руку такой сделать. Дальнострел. Ну 20 уровень. Спасибо. Шедевр Гризвальда. Легендарный меч 60 уровня. Это когда это я выучил такое? Его за что-то дали, наверное. Священная расплата. Это Варвару. Оберег Горич. Для колдуна. Понятно. Священный вердикт. Тоже ясно. Меткий стрелок. Туда же. 41 уровень. Серьезно? Это для чародея. Ну в смысле мага. Топор. Вот можно взять топор и кистевой. Или два кистевых. Или ничего не брать. Церемониальный нож. Спасибо. Не надо. И все. Ну по крайней мере реагенты есть. Деньги в принципе тоже есть на создание. Можно было попытаться создать. Но что-то я так смотрю на это. Скептически. Разве что дай бой сделать. Типа в стиле... Вот это. Или ничего не делать. Все-таки 60 уровень у нас тот, который к 61, он по-любому лучше чуток. Значит пока не будем ничего делать из этого. Так. Значит что дальше? А что дальше? Мы должны посмотреть что там там следующее. Глава первая. Ах да. Тут еще надо завершить прохождение нефолемского портала. Вот что не сделано. Ну... Мы можем его пройти? Где там этот? Орек. Порталы. Нефолемы. Бла-бла-бла. Пробуждение. Бла-бла-бла. Давайте. Портал. Нефолемский. Пожалуйста. Обычный. Без всяких... Ну давайте пройдем. Чтобы завершить первую главу уже. И начать что-то дальше проходить. Тырин. Уже показываю. Так. А куда идти-то? Ну ладно. Чудовище. Ульварет. Дитя тьмы. А также Куин. Погребий. Не получится. Не получится у вас ничего. А у нас получится. Прекрасная была битва. Это да. Вот и все. Злоб одержимый. Я пока не готова. Бой окончен. Духа недостаточно. Ну еще всего-то процентов 60. О как ребята прям стоят и ждут. Пока не могу. Ой-ой-ой-ой. Китар разгневан. Левиатан выпотрошенный. Я понял. Там проход на следующий уровень. Эй. Изумруд Маркиз. Вот так просто выкидывать? А? Сейчас. Давайте больше этих элитных монстров. А то мы так будем проходить очень долго. А я хочу побыстрее. Ну тут как бы хочешь побыстрее, убивай побыстрее. Логично же. Как представлю сколько это еще фармить этих порталов. Мой кулак направляют боги. Чтобы набить эту чудесную, этот чудесный прогон, это ж ужасно. Чудесный где-то, ну хотя бы в районе 300-го. Ой. Это ж по сути набивка уровней. Ладно, если кто-то попровозит, зайти там на высокую сложность. Ребята тащат, ну правда, это же не честно. Правда, если бафать, то может. Духа не хватит. Как бафера могут взять и даже не очень дамагера. Но, я так. В принципе. Пока не могу. Что значит взять? Все равно там один-два портала с тобой пройдут. Я оказалась сильнее. Я пока не готова. Ну, например, когда я играю, типа у меня большой парагон. Кто-то с более мелким заходит. Я без проблем в паровозе, почему нет? Удар грома. Ну и конечно он один. Пока не могу. А у 3x соизмеримый парагон с моим. Ну, тогда нормально. Ну, даже бывает, что и два, но... У троих, в смысле, как? Ну, у меня еще и у двоих. Воскресший палач. Вот такое. Что-то новое дали. Редкий амулет, но наш, походу, лучше. Хотя наш на 56-й, а тут 61-й. Кольцо тоже ни о чем. Вот я думаю, амулет может подойдет. Не, не подойдет. Нашей помощнице ей ничего не подойдет. Слишком привередливая. И, понимаешь ли, надо магическое. Я пока не готова. Бой окончен. Ты просишь невозможного. О, синенькие. Баклажан. Походу, тупик тут. Я не стану этого делать. Духа недостаточно. Я пока не готова. Посадник ужасный. Белезный. Ну же. Не получится. Как это не получится? Вот уже почти давили. Страш портала, блин. Душитель. Рано использовать эту способность. Страш портала. Ну, стоит не забывать, что это самый простой портал вообще. Самый легкий его общее. Давным-давно я открывал портал для нефалемов, желавших откачить свои боевые навыки. Они храбро сражались с врагами в местах, явившихся из темных глубинных памяти. Мы принадлежим к могучей расе, но мы ничто без боевой закалки. 61 уровень берем. Если ты хочешь стать такой, какой тебе было предначертано, выдержи испытание и займи место среди нас, которое принадлежит тебе по праву. Ну, там меч подойдет помощнице. Я найду этому применение. Конечно, за спиной будешь носить. Так, ну мы портал-то прошли? Прошли. Теперь, когда мы его сдаем этому самому Орику, считается, что мы прошли портал. И первая глава завершена. Теперь включилась вторая, причем мы в ней там кое-что уже прошли. Пдлесно. Так, и дали также еще и следующий уровень. Как раз хватило ровно до 65-го. Нужно попробовать в другом месте. Что там дали? Дали нового, только таинственный союзник. Нет. В прозрении дали прозрение. Освежающий туман. Монахиня призывает на помощь стихию воды. Применяю минимум. Монахиня восполняет себе и союзником здоровья. Слишком много на отхил у нее есть всякого. Ну, такое. На самом деле, это не очень-то и много. Как далее на 65-й уровень? Могли бы что-нибудь хорошее закинуть. Иди там. А ну-ка. Было бы смешно, если бы она была круче. Чем эпическое. Ух ты, а это новое, оказывается. Ну, или так. А что не так? А что не так? Все, прошли. Да, надо посмотреть, что же тут вот в этой следующей. Прохождение Флемского портала на уровне Эксперт или выше. Создайте оружие или броню 70-го уровня. Ну, это когда будет 70-й уровень, не меньше. Помогите Кузнецу, ювелирую гадалки, достичь 12-го уровня. Найдите Кубка Найи. Ой, этим надо заняться. Достигните 70-го уровня. Хорошо. Убейте Королеву Арану. Героям не даже 60-го уровня. На высоком уровне сложности или выше. 60-й есть. Уровень сложности высокий. А также Кхома убить. Создайте Кольцо или Амулет 70-го уровня. Хорошо. Замените свойства с помощью зачарования у гадалки. Хорошо. Трансмагрифицируйте предмет у гадалки. Прелестно. Ну, вторая глава не такая, чтобы сложная. Ну, что бы ей быть сложной? Она не будет сложной. Если что-то может быть сложное, то только где-то в четвертый. Там, типа, комплектное подземелье. Хотя нет, это даже в пятый, наверное, будет. Ну, ладно. И так сойдет. Первую прошли. Окей, проходим дальше. Но это уже будет в следующих эпизодах. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Ах, да. Еще вот наш персонаж. Сейчас он такой.